В секторе Газы продолжаются боевые действия. В районе Джибалии была организована эвакуация мирного населения в безопасные зоны. Также проводятся рейды на юге Анклава. Под обстрелами армии обороны вновь оказались цели в Рафихе. Помимо этого, завершилась операция в районе Байдлахи на севере сектора, где были уничтожены несколько туннелей и ракетная пусковая установка. Тем временем Хизбалла взяла ответственность за залп по центру Израиля, заявив, что целью была батарея железного купола в районе Тель-Авива. Сигнал воздушной тревоги также прозвучал в Кириадшмоне, Метули и некоторых других местах глилейского выступа. Цахал, в свою очередь, по-прежнему отвечает ударами по объектам боевиков в Ливане. Так, за минувшие сутки военнослужащие атаковали три штаба авиационных подразделений и ликвидировали как минимум 15 террористов. Специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Амосковштейн прибыл в Берут и представил новое предложение по политическому решению проблемы на границе Ливан-Израиль на основе поправки к резолюции 1701 Совета Безопасности ООН. Он настаивает на изменении формулировки вступительного текста. Его предложение включает в себя расширение территории патрулирования ответственными силами к северу от реки Литания, значительное увеличение ливанской армии и числа международных миротворческих сил, у которых должно быть право инспектировать любую точку, транспортное средство, место или дом, где заподозрено хранение оружия. Помимо этого, Хохштейн считает, что нужно расширить сферу их деятельности и по чрезвычайным ситуациям, включив в нее ливанское побережье с юга на север, в том числе ливанские порты, а также необходимо развернуть группы наблюдения в действующих или закрытых гражданских аэропортах и разместить наблюдательные вышки и КПП вдоль сухопутных границ Ливана с Сирией. Израильским ученым удалось разработать новый препарат, который способен остановить распространение метастазов. Они установили, что блокировка активности фермента, которые помогают опухолям вторгаться в окружающей ткани, может значительно замедлить развитие агрессивных форм рака, таких как рак поджелудочной железы. Созданный пептид показал высокую устойчивость в организме человека, что подтверждает его потенциал как будущего лекарственного препарата. Он сохраняет свои свойства даже в сложных условиях, имитирующих пищеварительную систему и при контакте с кровью. Высокая стабильность открывает большие перспективы для его использования в длительной терапии. КОНЕЦ